Приветствую Ольга, прочитал ваш вопрос, давайте последовательно в нём разберёмся, да, я пойду по вашему тексту сейчас, буду, значит, читать его и, соответственно, давать какие-то комментарии. У меня вопрос в отношениях после, у меня вопрос в отношениях после измены, то есть, тут, наверное, вопрос об отношениях мы хотели написать после измены. Смотрите, сразу скажу, измена это травма, это психологическая травма, где распадаются, в общем, привычные причины следственной связи в картине, воспринимая его в моего мира, вот, для человека. Поэтому травму, если была измена, то травму необходимо прорабатывать как вам, так и тому, кому вы изменили. Вот, правда, я не очень понял, но об этом, об этом чуть позже. Вот. То есть, это я надеюсь, вам будет понятно. Пока. Так. Дальше. Идём. Мы с моим молодым человеком вместе уже два года, нам обоим по 22. Наши отношения начались на малолетной интрижке. Что значит малолетной интрижке, хотелось бы, конечно, несколько подробнее узнать, потому что, ну, как бы, интрижка, это означает, что вы изначально друг друга серьёзно не воспринимали, получается. Или, или как. Вот. То есть, это вот, на самом деле, только нужно выяснить, что значит малолетная интрижка, ну, в вашем, в вашем понимании. В то время я вела отношения с другим человеком, пищевым, просто жил свое удовольствие, общался со многими девочками и в сексуальном плане тоже. И как, Ольга, вы, исходя из этого, относились к себе? То есть, как вы в эти отношения вступили, для чего вы в эти отношения вступили? Мой недичный молодой человек был в курсе наличия другого. Я считаю, что у нас за больше не было никаких планов на друг друга в будущем. Ну, как-то вот взяли и решили, получается, за двоих. То есть, взяли и решили не только за себя, но и за человека. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что это, ну, как минимум, не совсем уважительно по отношению к вам и по отношению к мужчине. Вот. Дальше. Я повела себя некрасиво, когда вела двойные отношения, а для чего? То есть, знаете, у вас здесь имеет место быть чувство вины. Я повела себя некрасиво, значит, ну, там, находясь в двойных отношениях. Красиво, некрасиво – это вопрос морали. Давайте мы вопрос морали оставим, ну, людям, другим. Вот. Мы с вами не будем касаться вопросов морали. Мы с вами будем касаться вопросов того, почему вы сделали так, а не иначе. Если вы ввели двойные отношения, значит, вам было что-то нужно. Забегая чуть вперёд, забегая чуть вперёд, я, наверное, скажу, что хотели вы, скорее всего, скорее всего, вы хотели для себя, я так думаю сейчас. Скорее всего, вам была нужна какая-то определённость, скорее всего, вы нуждались, ну, наверное, в чём-то ещё, в чём-то ещё. Ну, в чём, и, конечно, так вот сказать, наверное, нельзя, но тем не менее. То есть нужно подумать, надо не обвинять себя, говорить, что я некрасиво повела себя, а именно разобраться, почему. В течение полгода получилось так, что наша эмбиричка превратилась в серьёзные отношения. Ну, опять же, опять же, что значит, получилось так? Ну, что значит, получилось так? Вы ведь в этом участвовали. Верно. Вы в этом участвовали. Я уверен, что вы этого хотели. То есть чтобы ваши отношения, эээ, ну, развивались определённым образом. Вам это было нужно. Так, эээ, возникает вопрос тогда. Получилась ли такая история у вас? Или это было нечто закономерное? Это было нечто закономерное, это было нечто естественное в данном случае. Вот. Лишь мне кажется, больше второй вариант. Мне кажется, что это было закономерно, но вы себе сами отсчета в этом не отдаёте. То есть вы не отдаёте себя счет в том, что произошло и почему так случилось. Вот. Когда же вы говорите о том, что вот, мол, значит, так получилось, когда вы говорите, что так получилось, а вы занимаете себя ответственность за то, что происходит или за то, что произошло. Как бы говоря, ну, это не я, это вот так вот вышло, вот всё. Хотя, на самом деле, ничего не так вышло. Это закономерно. У вас либо появились чувства, вот, а либо вы начали испытывать какую-то, ну, скажем так, да, подредность в человеке. Вот. То есть тут, опять же, с этим нужно разбираться. Вот. Вот. Но в любом случае это не история о том, как получилось. Это не получается, это развивается. Вот. У вас это развилось вот в отношениях, соответственно, нужно поисследовать. Дальше. Первый год он хотел узнать, что и с кем у меня было. Я, опять же, не знаю, но, то есть я не знаю, почему он так себя вел, и, безусловно, я, ну, безусловно, я не могу знать наверняка, но совершенно точно могу сказать, что человек, делая так, проявлял свою неуверенность в себе. То есть он, на самом деле, ну, собственно, в себе неуверен, раз он выяснял, был ли у вас кто-нибудь, были ли вы с кем-нибудь и так далее. Это признак неуверенности в себе, ну, молодого человека. И да, можно, можно сказать, можно сказать, к сожалению, можно сказать, что вы выбрали себе в качестве мужчины того, кто в той или иной степени в себе сомневается. Вот. К сожалению. Дальше идем. Так. Мы много ругались, так как я оказывал нас выдавать какие-либо подробности. Опять же, тот факт, что вы ругались, вот, то, что вы ругались, это снова слияние ответственности. То есть, как бы, вы ругались, вы, вы оба ругались. Но мы можем спросить у вас, почему ругались вы и почему вы не хотели выдавать, как вы говорите, подробности. Тем более, что молодой человек спрашивал и тем более, тем более, что ваш нынешний молодой человек был в курсе другого. То есть, как бы, он имел право на то, чтобы знать, потому что вы ему не давали оснований для доверия вам. Вот. Но подробности вы представлять отказывали. Опять же, я хочу, чтобы вы правильно поняли меня. Я вас не обвиняю. Я хочу, чтобы вы разобрались со всем этим вместе со мной. Смотрите, какая штука. Вот. Я хочу, чтобы мы с вами, если вот допустить, допустить, что мы будем работать с вами. Я хочу, чтобы мы с вами этот момент решили для себя. Вот. Ибо это важно. Это важно для вас. Это важно для нас. Потому что мы хотим лучше разобраться с ситуацией. То есть, почему именно вы ругались и почему вы не хотели выдавать информацию? То есть, понимаете ли вы, что на ругань вас провоцировали какие-то, ну, условно говоря, внешние раздражители. То есть, вам было почему-то неприятно, что молодой человек интересуется этим. При этом вы говорите, что да, я поступала неправильно, что вела двойные отношения. Так, если вы считаете, что не бравы были в том, что вели двойные отношения, если вы считаете, ну, так, нужно же компенсировать это. А компенсация, как бы, в данном случае, ну, она возможна только вот через, через откровенный разговор. Вот. К которому вы, кстати, ээээ, пришли, что важно стало. Вот. Вы пришли к этому разговору. Только позже немного. Вот. Но пришли. И это опять же, опять же, наводит на мысль. Что же вам всё-таки, вот, эээ, было... Ну, что же вас всё-таки заставляло ругаться и скрываться. Попробуйте. Сколько он уже знал. Дальше. Потом он обвинял меня в измене. Ну, в принципе, ээээ, как бы, это... Это не было, не было обвинением. Это было, это было, скорее, фактом. Вот. Но, с другой стороны, до стороны молодого человека, была такая история, что он ведь вас принял, он ведь вступил с вами в отношения. Вот. А потом, получается, он начал вам предъявлять за что-то. Ну, вот, в частности, да, за то, что вы там с кем-то другим в отношениях были. То есть здесь, конечно, здесь, конечно, такая позиция несколько двойная, да. То есть, с одной стороны, вроде бы, человек принял вас, а с другой стороны, человек вроде бы и не принял вас, потому что обвинял. И здесь, конечно, ваша позиция по отношению к нему, она вызывает очень большие вопросы. Потому что, ээээ, ну, терпеть такое отношение, терпеть непринятие, эээээ... в общем, себя... Ну, это, на мой взгляд, ээээ... неприемлемо. Вот. Ну, видимо, у вас была цель, либо, либо, скорее всего, вы боялись чего-то, вот, скорее всего. То есть, скорее всего, у вас были какие-то основания, ну, для того, чтобы сохранять отношения с человеком, вот. Но, так или иначе, это позиция. Так или иначе, это позиция, это позиция ваша, и её, эту позицию нужно рассмотреть, её, эту позицию нужно разобрать, потому что она, ну, влияет на вас, вот. И, тут нужно исследовать. Дальше идём. Так, хотя сам далеко не серьёзно относился ко мне, и сам вытворял много глупостей, но здесь у вас, как бы, идёт уже обвинение его, да? То есть, вместо того, чтобы взять личную ответственность, вы обвиняете его в том, что это вот ты, сам, там, и так далее. Вот. Ну, на мой взгляд, это позиция деструктивная. В какой-то момент наши отношения просто превратились в выяснение того, кто в чём виноват, мы как-будто мерились в том, кто поступал хуже. Опять же, Ольга, это ваша ответственность за то, что вы мерились в том, кто поступал хуже. Могли бы этого не делать, но вы это делали. Из-за чего? Из-за чего-то боялись. У вас был какой-то страх, а вам было, там, ну, не знаю, что-то нужно от мужчины, что вы это всё терпели. Вот. А самое главное, опять же, что мотивировало вас в его обвинении? Чувство вины, ну, проецированное на молодого человека. Дальше. Мой молодой человек говорил, что потерял доверие, и теперь ему всегда кажется, что я могу ему опять изменить. Зато он не доверяет вам, но, как вы, я надеюсь, уже поняли, в действительности он не доверяет себе. В действительности он не доверяет вам себе. И, в общем-то, что самое печальное здесь, это то, что он не уважает себя, не уважает свой выбор. И вы тоже, вы не уважаете себя, вы не уважаете свой выбор. Вы делаете выбор, там, к примеру, в пользу молодого человека, да, своего. Вроде бы, вы делаете выбор в его пользу. Но, в то же время, вы не доверяете, в то же время, вы обвиняете, в то же время, вы как-то вот ругаетесь. Вот это вы же не с ним ругаетесь. Это вы же с собой ругаетесь. Потому что человек – это ваш выбор. Вот. И можно задать вопрос, так, а если вот я с ним ругаюсь и его обвиняю, так, а с кого же я выбрал? Вот это вот и есть личный ответ. Это и есть зрелость. Понимаете? Это и есть зрелость, когда ты смотришь на другого человека, ты не его спрашиваешь, а причине своих чувств, а себя, к себе обращаешь. Дальше, ну, соответственно, то, что вы себе не доверяете и пытаетесь даже от него получить то, что вам не хватает, да, например, там, потребность безопасности, вот. Что дальше это будет? Это, это уже не очевидно. Есть, к примеру, пищевые. Я спокойно реагировала на его похождения с друзьями. Знаете, похождения, то есть, вот чувствуется, как вы, ну, немножко обесценивающий, к этому, да, похождения с друзьями. И мне было всё равно, с какой девочкой он общается, может, это просто друг, значит, как я верил ему, то сейчас всё это вызывает, у меня много стресса и подосорений. А по поводу чего, что мужчина такого сделал, я не очень понял, то есть, вы как бы изменяли, это, это понятно. Вы пишите после изменения, вы не пишите после измен, то есть, измена была с вашей стороны. А молодого-то человека чего подозревать, он-то при чём-то? Не очень понятно, откуда взялись ваши подозрения и что произошло такого, что вы стали его подозревать. То есть, что он изменил, вы не пишите. Вот, примерно три месяца, так, примерно три месяца назад, после очередного скандала, мы уже были расстались, но потом сели спокойно поговорили, оговорили много моментов, ответили на все волнующие друг другу вопросы. Ольга, ну, а что начало раньше это сделать? Это первое. Второе, что значит мы? Вот опять мы. Ну, не мы. Знаете, когда есть мы, нет я. У нас есть мы, но нет я. Вы скандалили, вы в отношениях, вы ссоритесь, вы друг друга обвиняете, всё вы. Но вы нельзя спросить. К вам нельзя обратиться, как бы. Можно обратиться, грубо говоря, к тебе. Вот. Вот к тебе обратиться можно, к вам нет. То есть, как бы, в этом вся разница. Собственно. Говоря. Вот. Поэтому, отходите, вот, старайтесь отходить от этой истории, да, что вот мы, 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 а больше я. Я поговорила, я села, я ответила на вопросы, я почему раньше не отвечала на вопросы, да, я скандалила, из-за чего я скандалила. С тех пор наши отношения определенно улучшили, вот опять наши отношения. Опять наши отношения. Моё отношение к нему улучшилось, но почему моё отношение улучшилось к нему? Мы стали ближе, не мы стали ближе, я стал ближе к нему, к примеру, да? Или я почувствовал, что мой молодой человек ко мне стал ближе, я почувствовал, не мы. Открытие друг к другу, ну, то есть, более, более откровенное, да, вы стали более откровенно друг к другу, но опять же, это мы. Но вот меня не покидает ощущение друг к другу. Вот вы говорите про себя, меня не покидает ощущение друг к другу. Почему? Потому что вы не берёте личную ответственность за свою жизнь. Вы ставите себя в зависимость от молодого человека. Я полагаю, что совершенно не случайно вы встречались с первым мужчиной, который был, ну, такой вот ненадёжный, как вы говорите. Совершенно не случайно. Вот. Совершенно не случайно, я полагаю. Вы это делали, потому что, потому что, а вам так, вот вам хотелось, вы в этом нуждались. Вы нуждались в том, чтобы, значит, ну, в том, чтобы с этим человеком быть в отношениях. Вот. Для чего? Для чего вы с ним хотели быть в отношениях? Зачем? Это все детали. Это все детали. Но точно сейчас та же самая ситуация, точно сейчас та же самая история, да? То есть, сейчас вас волнует, эмммм, как бы, все то же самое. Сейчас вас волнует и беспокоит все то же самое, что беспокоило и волновало тогда. И, ну, нужно это просто исследовать. Нужно это просто исследовать. Нужно это просто понять. Понять. Как, 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 как бы. Вот. Что же вы это хотите? Дальше. Тревога. Тревога – это игнорирование определенного чувства и определенного обстоятельства в вашей жизни, в вашей реальности. Заметьте, я говорю про вашу реальность, я не говорю про реальность молодого человека. То есть, молодому человеку это все вообще не относится никак. Вот. Тревога – это, по сути, чувства определенного рода, эмоции определенного рода. Которые вы фибия подавляете. Ну, по той или иной причине. Вот. Из-за чего-то. Почему вы подавляете? По какой причине вы подавляете? Это уже, это уже, да, детали. Но, 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 но. Это необходимо раскрыть. То есть, вашу тревогу необходимо раскрыть. Смотрите. Какая история. Это прям очень необходимо сделать, эм, для вас. Холост. Потому что, без этого вам будет, ну, нереально. То есть, вы так всегда просто будете, вот, ну, нуждаться в... в людях. Вы так всегда будете, ну, даться, вот, в ком-то, да, чтобы вас, эм, как-то вот, ну, чтобы вас поддерживали. Вот. Возможно, именно из-за этого вы и, эм, ругались и обвиняли человека и так далее. Потому что, вот, тревога была. Тревога и нежелание брать ответственность за эту самую тревогу. Так. Меня постоянно беспокоит мысли о том, есть ли у нас будущее. Вот, это, это страх будущего. То есть, это неопределенность. Страх неопределенности. Страх неопределенности, эм, возникает тогда, когда человек не полагается на себя, у него нет четких целей, нет своей позиции. Самое главное, человек не руководствуется, эм, своими какими-то критериями, эм, эм, восприятием внешнего, внешнего, внешнего мира. Это первое. И второе, то что вы, эм, э, судя по тому, что я вижу, э, судя по тому, что я вижу и наблюдаю, э, вот, а вы, э, э, ну, в общем-то, эм, так, сейчас я хочу удостовериться. Да, э, вы молодого человека вот принимаете как средство. То есть, для вас, молодой человек, это средство. Средство. Средство для, э, э, ну, может быть, не прямо вот достижения, достижения своей цели, да, может быть, э, не прямо так вот откровенно, но, э, 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 как бы совершенно очевидно, что, такой элемент он, в общем, в общем, в общем, есть. Вот. А, понимаете? Ну, поэтому здесь. Опять же, вопрос к вам, да, э, э, ну, Ну, насколько вы, точнее как вы, как вы относитесь к своему молодому человеку, да, то есть как вы его, ну, воспринимаете, да, вот, что он для вас, кто он для вас, что он на себя представляет. Для вас, опять же, вот, вот, это вот такая очень важная история, вот, и именно ее, эту историю нужно, в первую очередь, разбирать, потому что, когда вы говорите, что вот, я не знаю, есть ли у меня будущее с ним, вот, когда вы говорите так, ну, это, значит, указывает на то, что вы молодого человека в той или иной степени используете. Вот. Ну, к сожалению. Вот. Такая история. Опять же, используйте для чего Олига? Чтобы что? Чтобы что для себя получили? Что вам нужно? Дальше. Возможно ли закрыть проще свое полностью? Нет, прошлое полностью закрыть невозможно, потому что это часть вас, оно всегда будет частью, частью вас, вот. Его нужно принять. Ну, вот, ваше прошлое, да, нужно принять. Просто принять. Вот. Возможно. 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 Вам для этого нужна помощь, возможно вам нужна поддержка, вот, и так далее. То есть, это все факты. Это все факты. Дальше. Идем. Так. Возвновить доверие со стороны моего молодого человека и вернуть спокойствие, избавиться от чувства вины. То есть, что для людей нужно определиться со своими желаниями, а определиться нужно со своими, в общем, потребностями, да, с тем, с чего вы хотите, или с чего вы хотели бы, вот, нужно определиться. А чувство вины это родом из детства. Вот. Как, ну, как правило, это родом из детства. То есть, чтобы избавиться от, понимаете, избавляться от чувства вины не надо, да, его надо раскрыть, его нужно раскрывать. Вот. Чувство вины нужно раскрывать. Поэтому с ним нужно работать. Опять же, чувство вины возникает тогда, когда человек берет на себя, ну, условно говоря, больше ответственности, чем он может, грубо говоря, вынести. Вот. ну, себе в ущерб, вот. Чувство вины, оно, в том числе отсюда, берет свое начало, вот. Поэтому это только работа с вами, вот, и ограничение ответственности своей от других людей. Понимание того, для чего и почему вы это делаете, чтобы не было чувства вины, и принятие своих желаний. Ответвление, это ведь осуждение, это ведь обесценивание. Так, возобновить доверие в страну моего молодого человека, а зачем вам это? Зачем вам возобновлять его доверие? То есть, если вы его любите, то просто демонстрируйте ему свою любовь, не пытайтесь вернуть доверие. Иначе это превратится просто вот в какой-то постоянный спринт, спринт по завоеванию доверия, и вы будете всегда находиться ниже, чем он. Дальше, хотелось бы добавить, что я люблю этого парня, а как вы понимаете любовь, в чем она проявляется? Он некомфортно с ним, как ни с кем другим. Да, и поэтому вы с ним ругались постоянно. Я могу открыться ему, мне нравится то, какие качества раскрываются вам не с ним. Вот именно, вас раскрывается, вас с ним. И поэтому вы от него зависимы. Раз вам эти качества нужно раскрывать, само это и с вас, он вам нужен, для этого раскрываться, поэтому вы от него зависимы. А что бы было, если бы эти качества раскрывались вас сами по себе, без него? Как бы тогда вы поступили? Ну, скорее всего, отношения были бы совсем другие. Вот. Опять же, вы говорите, я люблю этого парня, но пишите про себя, это мне комфортно, я могу ему открыться, мне нравится то, какие качества раскрываются. Это не про любовь, Ольга. Это немножечко про другое. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Как быть, чтобы что? Одно страх, что в какой-то момент мы снова поругаемся, снова из-за этого прошлого, и в этот раз, то будет конец. Ну, опять же, вы пишите здесь так, как будто, знаете, вот, как будто бы вы вообще ни за что не отвечаете. Вы не сможете поругаться, если не будете ругаться вы. Человек один, он не будет ругаться. Ну, значит, вам нужно разобраться со своим прошлым сначала. Вам нужно раскрыть себя полностью, бед молодого человека. И вот, когда вы станете более зрелой, бабушек можно будет, ну, в процессе работы с психологом, тогда уже можно будет пригласить молодого человека, вы будете более спокойно на групповой консультации, значит, себя вести, и можно будет уже прийти к чему-то, возможно, и у молодого человека какие-то проблемы выявить и ему помочь. Вот так. Но сперва работал с вами. Работал с вами. Это работа, в первую очередь, с личной ответственностью и чувством вины, идущими с детства. Вот, а также страхом неопределённости. Ну, так что личная ответственность будет, страх уйдёт. Вот так. В целом я рекомендую вам индивидуальную терапию, индивидуальную работу, значит, и после, вместе с молодым человеком тоже, может, можно будет с вами уже вдвоём побеседовать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку «будратануч», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!